Никто его сегодня не ждал, потому три школьника, задержавшиеся в школьной библиотеке с проектом в своей группе, озадаченно смотрели на стену дождя, стоя на ступенях закрывающегося здания. Мало того, что льет как из ведра, так еще и время позднее, похолодало. Но куда важнее ни у кого не было зонта. Подстава, скорчился светловолосый мальчишка небрежный, с пластырем на щеке и руке, рубашка торчала из-под пиджака, рукава которого он вовсе заворачивал, от чего не раз получал нагоняя от учителей. От него за версту несло словом «хулиган». В противовес с ним стояли вполне себе с виду приличные дети хмурый одноклассник, черноволосый красавчик, любящий позы мне на все начхать, идите лесом и один в поле воин. Он точно знал себе цену, а уж как девочки знали, он предпочитал бы не говорить, ведь чуть ли не с поступлением в эту среднюю школу стал магнитом для девичьих вздохов и восхищений. В нем тоже была некая неаккуратность руки по карманам брюк, сумка на плечи будто бы живет своей жизнью и за ним следует по инерции, и вот почему-то ему замечаний не делали. Возможно потому, что в отличие от первого, от этого парня пусть и было сомнительное ощущение у каждого уважающего себя мальчишки, но и что в нем читалось сходу, так это дисциплинированность и хорошие оценки. И все же обоим было далеко до девочки с розовыми волосами и забавной лентой в виде ободка, кончики которой торчали как кроличьи ушки. Эта девочка представляла обманчивое впечатление на вид скоромная зайка, застегнутая на все пуговички бежевого пуловера с другой стороны, порой ее оценивающий взгляд выявлял суровость и какую-то непоколебимую жесткость. И вот уж про нее точно можно было сказать при чужих послушная девочка, отличница, а с родными и друзьями часто эмоционально нестабильная девушка. Может кто-то забыл зонтик? С надеждой пробормотала девочка, строя догадки как попадет домой даже и под зонтом с таким ливнем, и уже начинаем и мерзнуть от бездействия. Мы только что прошли холл, с какой-то привычной высокомерной нотой протянул брюнет. Никого нет, все нормальные люди уже дома. Это был камень в огород девочки, которая настаивала надо доделать проект. Они доделали, вот только. Да мне кажется даже школьный сторож свалил домой, проворчал блондин и хмуро покосился на одноклассницу и сказал бы ей, что это из-за нее они тут застряли, но именно эту девочку язык отказывался обижать. Впрочем, она его заботы не замечала. Тогда, она достала мобильник и хотела набрать родителей, но у нее село зарядка. И неудивительно, она же активно им пользовалась при подготовке к проекту. Эй, Наруто, дай позвонить. У меня денег на телефоне нет, виноват и пробубнил светловолосый Наруто. Эй, Саски, дай телефон. Я его с собой не ношу, отвернулся Саски. Проклятие. Наруто чуть шагнул вперед, но все еще оставаясь под крышей. Лить еще долго будет. Тогда позвоню из учительской, нашла выход девочка. Сакуратян, очнись, мы тут одни учительскую закрывают. Наруто зачесал голову, а Саски цокнул языком. Ай, пойду так, дать тебе я. Добегу до остановки хотя бы. Но только он сделал шаг, как его потянуло назад Сакура ухватила его за шиворот, процедив. Даже не думай, болван. Ты так насквозь промокнешь, а у нас завтра доклад если не явишься, нам бал снизит. Ну, и что ты предлагаешь? Возмутился Наруто, но остался на месте. Сакура поджала губы и повернулась к Саске, с надеждой, что он что-то придумает. Но парень, который ей нравился, даже не хотел думать. Девочка вздохнула снова все сама, и вернулась в школу класса. В самом деле стали запирать после нескольких инцидентов, в которых был замешан Наруто. Да и свет уже вырубили Наруто, который поплелся за ней, а следом у Саски, предложил. Может кому-то сбегать в магаз за зонтиками? Так беги, фыркнул Саски. Чтобы добежать тоже надо под ливень выйти, а ближайший магазин в нескольких минутах бег отсюда. Молчал бы уж, пробубнил Наруто Узумаки, выпитив нижнюю губу. Умник, болван, негромко прошептал Саске. А Сакура бессмысленно ходила по темным коридорам и дергала ручки классных комнат, которые все как одна были заперты. Она замерзла, проголодалась и просто очень устала. Мало того, что в их проекте она взяла за себя большую часть обязанностей Саски хотя бы помогал, а вот от Наруто лишь беды и жди она почти все сделала за него, потому они и сидели, и репетировали завтрашний доклад, чтобы у Наруто от зубов отскакивало. Дорепетировались. Эй! Вдруг дернулся Наруто и подбежал к корзине рядом с учительской. Корзина для зонтов, в котором торчала ручка одного темного зонтика трости. Какая-то растяпа забыла в такую погоду? Ах! Радостно всплеснула руками девочка, а Наруто уже достал, осторожно раскрыл добычу и захохотал. Ей! Везуха, дать тебе я! В чем дело? Полюбопытствовала Сакура. Зонт без подставы. В смысле? Ну, я иногда подсыпал в сложенные зонты землю, разорванные бумажки или шарики с водой, когда их раскрывали. Дебил! Прошипел Саске. Дурак! Надулась Сакура. Хи-хи! Наруто довольно направился к выходу и ребята поспешили за ним. Дождь и не думал сбавить обороты и уже лужи становились непроходимыми. Надо было идти сейчас, пока не понадобилась лодка. Но тут Саске дернул за руку Наруто, раскрывавшего зонт. Эй, а ведь он не такой большой. В смысле? Задумался Наруто. И правда, смутилась Сакура, покосившись на Саске. Едва для двоих места хватит. Нам бы только до остановки добежать, задумался Брюнет. Если двое пойдут сейчас, а потом кто-то вернется за третьем. Тогда ты оставайся, а мы с Сакурайтян пойдем, указал на него Наруто. А может это ты останешься, Наруто? Не обрадовалась перспективе идти с блондином под одним зонтом девушка. Почему это я должен остаться? Вообще-то зонт я нашел. Теце. Пока мы спорим, время уходит, проворчал Саске. Идите под зонтом, а я так пойду. Нет. Сакура схватила его за локоть, потащив к себе. Уместимся как-нибудь. Идемте уже. Ребята скучковались под зонтом в самом деле, понимая как всем будет неудобно идти. Каждый занял треть пространства, с учетом того, что их школьные сумки и рюкзаки топорщились наружу. Вот же. Они стали двигаться и Наруто недовольно бубнил ноги у всех промокли моментально, потому что так обходить лужи было просто невозможно. А когда Наруто заметил, как макнет рюкзак Сакуры, подтащил ее к центру зонта, тем самым чуть вытеснив о себя и Саске на их плечи ужалились дождевые струи. Так не пойдет. Сакура утянула обоих ближе к себе, и они снова двинулись вперед, семеня по лужам, чувствуя неудобство, понимая, что зонт пусть и защитит их головы, но ноги уже хлюпли в мокрой насквозь обуви. Они первым делом посетили ближайший к школе магазинчик и почти сразу вышли, снова кучкуясь вместе, вызывая панику у клаустрофоба. Продавец сказал, что все зонтики разобрали и даже дождевиков нет. Раздраженные, обозленные ребята все же двигались, пряча от ливни хотя бы головы парня шли почти боком, а Сакура, которая вроде и шла прямо, как-то нелепо семенила по лужам, которых не видела из-за тесноты, и морщилась от того, как холодно и мокро ногам. Наконец, остановка. Все с выдохом нырнули под прозрачную крышу автобусной остановки и некоторое время старались не смотреть друг на друга от неловкости и смущений такой непреднамеренной близости. Время приближалось к девяти вечера, ливень не прекращался, и стало лишь холоднее, а уж в мокрой обуви вовсе прекрасно. Он уже минут пять как должен быть подойти, пробормотала Сакура, глядя на табло с расписанием маршрутов автобусов. Наруто чихнул, а девушка стала растирать свои озябшие ладошки, выдыхая на них пар изо рта. «Смотрите», — указал Саски на табло, на котором высветилась авария на трассе, задержка автобусов на час или более. «Проклятие!» Топнул ногой Наруто и снова чихнул. «Дурацкий дождь!» «Эй, сколько у вас денег?» Саски достал свой кошелек. «Давайте возьмем такси!» Наруто пошарил в карманах и там была лишь мелочь, еще жвачка и пуговица с какой-то скрепкой. У Сакуры тоже осталось мало денег. Она потратилась на угощение ребятам, когда они готовились к докладу. «У меня не хватит», — хмуро сказал очиха. «А какая разница?» «Мы все равно его вызвать не можем, ни у кого телефона рабочего нет». «А и дойдем до телефона денег нет», — Наруто сурово подтер мокрый нос. Ребята уныло и уже отчаянно повесили головы. «А может пойдем?» Предложил Наруто. «Чего толку тут сопли пускать?» «До моего дома полчаса пешком. Да и все лучше, чем тут мерзнуть». И Саски и Сакура вынуждены согласились, неохотно прижавшись друг к дружке уже больше от того, что мерзли, пошли в сторону дома. Ближайшим домом был в самом деле дом Наруто и Сакура. Думала, что они с Саски проводят Наруто и потом вместе с Саски пойдут под одним зонтом. В ее голове уже ставился трек с романтической музыкой и она уже видела их вдвоем под одним зонтом, как в фильмах. Видимо Наруто подумал о том же и категорично заявил. «Сначала тебя проводим, Сакуратян». Это нелепо и она бы поспорила, если бы не мокрые ноги, краснеющий нос и промозглый холод, обещавший если не больное горло, то температуру минимум. Сакура уже сама возненавидела свою требовательность отрепетировать доклад. Если бы не это сидели бы по домам, Маник хорошим оценкам может довести до больничной койки проверенной на себе. Хотя она все еще надеялась не заболеть, но мокрые ноги, чуть намокшая спина и шея, а также окоченевшие руки, держащие зонт, говорили иное. До ее дома топать достаточно долго и она уже хотела проворчать, что если бы они сначала проводили Наруто, то им с Саски было бы куда уютнее и быстрее идти. Но чем ближе был ее дом, тем радостнее она предвкушала горячую ванну, какао и теплую постель. Она даже едва не расплакалась, что они все же дошли. Надо сказать, парни все же как могли жалели ее и их спины были полностью мокрыми, тогда как ее частями. Сакура на радостях увидев свой подъезд, хотела уже попрощаться. «Э-э-э!» Вдруг завопил Наруто, поняв, что теперь, когда Сакура выпорхнула из поля зонта, они с Саски стояли под ним вместе. Сейчас намного комфортнее, но что-то смущало. Наруто кинул Саске ручку зонтика. «Забирай! Я не пойду с тобой под одним зонтом!» «Дурак, что ли?» Саске отпихнул зонт Наруто. «Это я с тобой не пойду!» «Как бы то ни было, Саске надо чуть дальше, а тебе, Наруто, обратно!» «Кому-то из вас надо проводить другого», задумалась Сакура. «О! Придумала!» Она достала ключи и помахала ребятам. «Никуда не уходите!» «Я сейчас...» «Подождите!» Наруто с Саске стояли теперь под козырьком крыши подъезда, и ее дома оба были злые, голодные, тоже ощущали предвестие болезни, и обоим хотелось уже прийти домой и лечь спать. «Давай, ты иди!» проворчал Саске. «Мне не так далеко осталось, а тебе обратно возвращаться. Чтобы потом мне Сакура тян мозги чайной ложкой выедал от того, что я бросил у бедненького Саске куна без зонтика». Скептически рассмеялся Наруто, представляя в красках-то, что сказал. «Иди сам!» «Забирай зонт, иди уже!» Они пихали друг другу зонт, не зная, каким желанным он станет через миг. Сакура выпорхнула из парадной двери, уже без сумки, в другой обуви, и протянула Саске свой зонтик. Вот и решение проблемы. Каждый под своим зонтом. И никого не надо провожать. Радовалась девочка. «Возьми, Саске-кун!» «Это мой любимый!» Усиленно румянилась Сакура. По лицу мучхо пробежалось омерзение вкупе с тошнотой. Если есть наглядное слово категории «девчачьи», этот зонт отвечает ему на тысячу процентов. Безобразно розовый, сердечками, ручкой-мешкой, подмигивающими звездочками, какими-то принцессами, нашитыми рюшками и какими-то весельками-брелоками типа девочек-волшебниц из Махасидзи. «Я боюсь его испортить», еле выговорил Саске. «Пусть Наруто возьмёт его, а я этот», Саске твёрдо схватился за зонт по тележку, но его куда крепче держал Наруто, глядя на липоватое чудо, под которым превратиться в какую-нибудь девочку-вытельницу со злом расплюнуть. По его лицу тоже гуляла брезгливость, несмотря даже на то, как ему нравилась хозяйка зонта. «Не, не», бормотала Наруто, «Саске, ты бери зонтик Сакуратин, а я и с этим старым, никчёмным зонтом дойду». «Чувствую, он вот-вот сломается, лучше уж возьми ты проверенный». «Тебе дольше идти», тянул на себя зонт Саске. «А тебе темнее». «Бери её зонт», угрожающе шипел Саске. «Ты бери, она тебе предлагает». Сквозь зубы выговаривал Наруто. «Мальчики, что-то не так». «Не понимала Сакура». «Вам не нравится мой зонт?» «Что ты?» Задёргался глаз Наруто. «Нормальный такой зонт. Как раз для красавчиков вроде Саски». Блондин силой потянул на себя не новый, но всё же не дешёвый зонт, как агата учителя, только и Саске не сдавался. «Ничего такого. Просто мне не надо выделяться, а вот Наруто не помешает, забирая зонт Сакуры». И тут произошло неожиданное, оба так расстарались, вытягивая школьный зонт, что сломали спицы и порвали крепкую ткань из ипонжа. Парни ошалело смотрели на дело своих рук и безнадёжный и испорченный зонт, а Сакура, вздохнув, поняла, что сейчас будет наблюдать странную картину как парень, который ей нравится и парень, который постоянно ей надоедает пойдут вместе под её зонтом как благословлённые Сакуры на вечную любовь. Она поджала губы и протянула им свой зонтик, забирая сломанный из их рук. «Только, не сломайте его, пожалуйста». Она вручила в их руки трость раскрытого зонта и оба медленно задрали головы, видя ещё и какую-то внутреннюю диодную подсветку с сердечками. «А дождь не такой сильный. Я добегу и даже не успею промокнуть». «Ха! Ха!» Отпрыгнул Наруто из-под зонтика и выскочил на улицу. Саске вручил ей зонтик, вложив в руку и она увидела, как лихорадят его щёки, их пальцы чуть соприкоснулись и девушка смотрела, как оба её друга уходят в дождь, собираясь пойти в разные стороны. Она догнула их быстро. Когда девочка чего-то хотела, её упорству не было предела. Дёрнув и одного и другого под зонт, она смотрела с подсветкой своего зонтика, выводящего сердечки на начинающие гореть лица своих школьных друзей. «Давайте я вас провожу». «Нет, слишком поздно, к тому же потом нам придётся провожать тебя», отказался Саске. И мы опять втроём под одним зонтом, Наруто едва сдержал рвотный позыв от сердечек, но опустив взгляд и обнаружив так близко стоящую Сакуру, стало как-то даже всё равно, что там за зонт. Или может он всё же заболел. Сакуратян, не волнуйся и иди домой, пока не простудилась, широко улыбнулся Наруто. «Дождь всё равно когда-нибудь закончится. А если я побегу, мне никакой зонт не нужен. И мне тут не так далеко, иди домой», кивнул Саске. «Тогда, тогда идём домой ко мне», опустив глаза, сказала девушка, нагревая одними щеками тесное пространство под зонтом. «Выпьем чаю, может отец вернётся и проводит вас». Гордные парни вроде готовы были сопротивляться, но что-то решительное во взгляде девушки подсказало, что если они не сделают как она хочет и продолжат свой бунт, то всё закончится общей простудой. И все их усилия окажутся напрасными. И вот они сидят у неё, она дала им переодеться в рубашке отца, которые на них висели как панчо, но зато в руках каждого была горячая чашка с имбирным чаем и лимоном. «Мама мне часто его делает в такую погоду», смущенно поделилась девочка, тоже переодевшаяся в домашнюю одежду и глядя как на перекладине сушилки сохнут насквозь мокрые пиджаки и рубашки одноклассников. Наруто молча смотрел на лужицу в чашке и глотал горячий напиток с какой-то неповторимой дрожью. Он с рождения сирота и воспитывает его друг отца, который постоянно в разъездах. Наруто живет сам по себе чуть ли не 24 часа в сутки. Если бы у него была мама, она бы тоже сейчас сделала бы ему имбирный чай. Наруто, держи, Сакура протянула ему печенье и он удивленно посмотрел на очиху. А Саске? Сакуре нравился Саске, это не секрет, она всегда его во всем выделяла первым. А вот почему-то печенье предложила только Наруто, отчего щеки парня стали накаляться от взорвавшейся фантазии, что все же у него может быть шанс. Саске Кун не любит сладкое, пожала плечами девочка, откусывая кусок печенья. А... и только... Впрочем, Наруто понимал, что у него не так много этих шансов, если его в упор не видит. Да только сдаваться он не умел. Вот и когда их определили в одну группу по проекту столько радости было, что там будет Сакура и не очень, что будет Саске. Они с ним были вроде соперников, где бы кто ни выделился, другой пытался его догнать и обогнать хоть в чем. А вот ребята почему-то стали их друзьями называть. И ведь не то, чтобы они дружили, Наруто часто так бесил Саске, а Саске, вероятно, также бесил Наруто. Впрочем, его все бесили. Да только несколько дней в обществе друг друга и слишком дотошные Сакура невольно сплотили их. Теперь Наруто узнал, что Саске сладкое не любит. Наруто же лучше. Блондин закинул печеньку, вторую, третью в рот и потянулся к последней, но его опередила рука Саске, затолкавшая печенье в рот целиком. Ты же не ешь печенье. Взорвался Наруто и затряс друга. А ну, выплевывай. Не знаю, кто съест это печенье, но это точно будет кто-то из вас. Рассердилась девушка и вдруг все трое вздрогнули от звонка на домашний телефон. Алло. Сакура беспокойно подняла трубку. Да, ага, а папа тоже в мотеле заночует. Понятно. Мама, у меня тут школьные друзья, они не смогли уехать на автобусе из-за той аварии. Да, поняла. Саске и Наруто тревожно смотрели на одноклассницу. Делать нечего, как-то рассеянно смотрела она на них. Предупредите своих родных, что будете ночевать у меня. На трассе очень серьезные аварии, которая привела к разрушению части конструкции дороги и сейчас очень сложные движения и большие пробки. Сакура молча включила телевизор, слушая новости, которые как раз и показывали ужас на дороге и все из-за этого ливни. Девушка направилась к улете, надевая фартук. Я приготовлю что-нибудь поесть, а вы пока позвоните родным. Наруто и Саске переглянулись и мне некому было звонить. У Саски несколько лет назад погибли родные, и он жился старшим братом, которого, как и опекуна Наруто, мотала по странам, будто у него нет родного человека. Неудивительно, что Саске не нужен телефон, хотя деньги у него есть. Может быть, он бы даже вызвал такси и поехал домой, но почему-то остался. Наруто гадал, почему вероятно, потому же, почему Наруто тут тепло. И тепло не только в квартире, не только от чистых вещей, пусть и не по размеру, даже и не только от того, что они выпили полезный чай. Тепло просто тепло, тут пахнет семьей. Значит, твои родители не придут ночевать. Ага. Беспокойно кивнула девочка. Парни переглянулись, кажется ли им, что она не умеет оставаться одна. Эй, все будет нормально, Сакуратян. Не волнуйся, Наруто показал большой палец, и девочка уставилась на него, чувствуя, как нагревается кожа на лице. Почему этот жест Наруто так успокаивал ее? Саски проследил за их перевзглядами, на супесь, спросил хозяйку, тебе помочь? Что ты готовишь? Посту, смутилась еще больше девушка. Засучив рукава в случае Наруто и Саски в больших по размеру рубашках, конкретно засучив, ребята на ночь глядя стали вместе сооружать свой ужин. Все чувствовали себя неловко, парни после чая молчали и только лишь помогли девушке, которая и сама не понимала, что происходит, пока не нашла странный способ успокоиться, выключив, наконец, кошмарные новости. А давайте повторим свой доклад? Удивительно, но даже при том, что мысль показалась одноклассникам несколько странной, этот повтор сделал куда больше, чем они мучились в библиотеке. Наруто выглядел куда более уверенно и даже самоуверенно Сакура даже улыбалась на его заключительных словах. Отлично, Наруто! Захлопала разволосая девочка. Вот так выступи и завтра. Гех, лыбился Узумуке. Сакура, Саски отложил вилку, кладя ее на пустую тарелку. Наверное, я все же. Девушка мучительно улыбнулась, понимая, что он хотел сказать и вдруг он замолчал. Он знал, что симпатичен ей, знал, что часто обижал ее своим равнодушием, знал, что Наруто девушке очень нравится, и все же логически сделать правильный выбор уйти, ведь ему идти еще минут 10, это не полгорода шагать. И она понимала это, но неожиданно Брюнет понял, что она-то неон Сакура не привыкла оставаться одна, ведь ее любовь окружала всю жизнь. Пусть, если Саски уйдет, а Наруто останется, но для нее это будет все одно и то же, как одна. Ведь ей важен он. Саски ничего не должен, но, лягу на диване, если ты не против. Она ничего не говорила, как и где разместит. Но как-то ненормально было говорить так, будто его не приглашали, а он словно сам себя пригласил. Тогда, смутилась юная хозяйка квартиры. Наруто, вообще, я думала, раз родителей не будет аж до завтра, то может вы поспите на их кровати? Парни переглянулись вроде и не сильно приятное предложение, но утяжелять жизнь и без того расстроенной девочке тоже не хотелось. Они легли около полуночи. Спокойной ночи, румяная Сакура постояла в дверях, глядя на сердито смущенных друзей в родительской постели. Она точно хотела что-то сказать, но не решилась, как-то нелепо помахала им, словно они сели в вагон поезды и сейчас куда-то поедут на этой кровати и пошла в свою спальню. Эй, Саски, через несколько минут, лежа в темноте, Наруто подал голос, говоря, впрочем, негромко, может надеясь, что товарищ уже дрыхнет. Чего тебе? Странный день, правда? Эм-эм, и ливень этот, и аварии, и именно сегодня, когда мы так задержались, ага, и потом этот зонт. Ты бы пошел без зонта в такой ливень. Я бы да. Но бросать Сакурутян не хотелось, для чего-то бравурно выдал узумки. Точно, вздохнул Саски. Эй, не спишь? Пока ты трындишь под ухом и уснешь тут, с раздражением стукнул его локтем Учхо. Чего тебе? Будто унехоти, спросил Брюнет. Здоровский день, все же. И Наруто подумал, что этот нелепый день один из лучших его дней. В конце концов, он не просто сначала долго был с ней, занимаясь этой дурацкой подготовкой к докладу, а после в гостях у Сакуры побывал, теперь и спит вблизи от нее, пусти через стенку. И хотя рядом недовольны Саски, но с этим придется смириться, ничего не поделаешь. Да, сказал некоторое время спустя Учхо. Утром они с удивлением узнали, что Сакура встала раньше них на час и, мало того, что приготовила обоим завтраки, так еще и погладила их рубашки. Как самочувствие. Видимо, румянец решил навеки вечно и поселиться на ее милых щечках, и он ей чертовски шел. Здоров как бык. Наруто замолотил кулаками себя в грудь, сидя за столом, пока она им подавала завтрак, и блондин невольно светился от странного ощущения, что они будто играют в семью. Он типа муж, Сакуратян жена, а Саски, пусть будет их ребенком. Нет. Пусть будет его братом. Нет. Пусть будет ее братом так спокойнее, как давно он не ел горячий завтрак, у него обычные ли тосты с молоком или же рамем быстрого приготовления, а тут яичница с беконом и помидорами. Отлично. Хлопнула в ладоши девочка. А ты, Саски-кон? Нормально, Саски упрямо смотрел на свою тарелку. Невкусно. Извини, мы такое обычно всегда едим, и я приготовила, что умею. Очень вкусно, Сакуратян. Аж привстала Наруто. Я давно так вкусно не ел. Харуна замерла от необыкновенного ощущения никогда бы не подумала, что мнение Наруто станет так ей приятно. С Саски понятно ему всегда все не нравится, такой уж человек. Обидно, конечно, но ведь это Саски. Вкусно, прошептала Чеха и девушка так крутанула головой, что Наруто испугался хруста в ее шее. Тогда, когда мы поедим, давайте, еще раз отрепетируем наше выступление. Веселость и довольство парней сменилось выражением какая же она нудная, но как было спорить в такой семейной обстановке? И Саски тоже не хотелось рушить удивительно приятное утро даже при том, что с утра он увидел заспанную рожу блондину, а потом эту перевозбужденную сторонями одноклассницу, протягивающую ему его рубашку. А на рубашке Наруто она даже две пуговицы пришила и ту, что была в его мелочи. Отчего-то захотелось, чтобы и на его рубашке пуговицы едва веселее, чтобы она их зашила. Пусть ему всего этого не очень-то надо, но получить меньше Наруто неприятно. А это дурацкое ощущение тепла все не покидало его, что-то внутри, в груди нагревалось даже от этой дебильной репетиции, где Сакура командовала ими как оркестром и важны были даже интонации. Почему-то Саски старался, хотя ему было все равно на этот доклад вчера, сделал его от балды, впрочем, как всегда хорошо. А вот Наруто старался и светится аж даже страшно подумать, что в его голове. Сакура сама не понимала, почему так рада. Она правда редко оставалась одна и ей было неуютно в квартире ночью, если бы они ушли. С другой стороны, неуютно от того, что Саски и Наруто ночевали у нее. Но делать нечего, зато еще раз повторят выученные. Тогда Сакура наконец успокоит свою внутреннюю отличницу, которую теперь не завалит неподготовленный Наруто. Она вымуштровала его как могла хорошо. Они вышли из дома заранее, так как в новостях говорили, что автобусы ходят с задержками из-за сели на дорогах, образовавшихся от ливни. На улице свежо, дождем не пахнет, хотя лужи еще огромные, но на небе ясно и безоблачено, однако Сакура прихватила свой зонт. Дождя же не обещали, удивился Наруто. Вчера тоже качнула плечиками девушка и вручила ему поломанный учительский зонт. Нужно будет извиниться. Наруто с Саски переглянулись. Обязательно кивнул Узумуки. Предоставь это мне. При первой же возможности просто избавиться от зонта и все. А потом скажет ей, что зонт не чейный. Они шли молча Сакура даже и обувь их подсушила, потому сытые парни просто не хотели рушить идеалистический момент разговорами. В кои-то веки они идут вместе. Странно, что живя примерно в одном направлении, ни у кого не возникало такой мысли раньше. Хотя они не то чтобы общались даже Сакура не решалась навязываться Саске по дороге в школу, если вдруг они пересекались. А Наруто жил ближе всех и понятно, что мог бы ждать товарищей. Вот только, кажется, они только-только начали дружить. Ведь начали. Узумуки с надеждой всмотрелся в Саске, а потом осторожно на Сакуру увидев ее девчачий зонт поежился. При свете дня он казался еще более розовым и девчоночием, пусть и был закрыт. Саске вдруг поймал взгляд Наруто, а потом увидел, что тот смотрит на зонт Сакура и подумал, что это очень странно и в целом весьма обычная Харуна теперь казалась не такой обычной. Она не стесняется зонта, который не стали бы носить и дошкольницы, она не стеснялась пригласить их в дом и даже заботиться о них с Наруто. Раньше девушка казалась ему такой же заурядностью как прочие радуются ему, клеятся, хвалят по поводу и без обиды предлагает. Теперь он понял насколько она свободнее с Наруто. Она живая, она не стесняется своих чувств, живет имя, даже если они нелепы. Сакура из тех смельчаков, которые будут жалеть о том, что сделали, а не о том, что даже не попробовали. Этому правда стоит завидовать. У Саски вот вроде все пути открыты, живет один, ходи куда хочешь, делай, что хочешь. Но он будто связан по рукам и ногам каким-то кандалами прошлых отношений, которые тянут его назад. Может то же самое и у Наруто? Пусть Узумаки тащит свои оковы вперед, через силу, но так порхать, как Сакура, у них не получится. Ты чего ухмыляешься? Проворчал Наруто. Ничего, отстань, Саски отвернулся, удивляясь себе. Зачем он думает обо всем этом? Жил же как-то раньше. Так они дошли до школы, а там уроки, все нервничают со своим докладами, Сакура непринужденно болтает с подружками, рассказывая про вчерашние приключения, и когда пришел их черед, Наруто ее не подвел, не говоря про Саски. И уж по какому-то странному совпадению, троицы были назначены дежурными и потому опять чуть задержались в школе. Да, ладно. Воскликнул Узумаки, подойдя к окну, за которым стали копиться тучи. Эй, нам бы поторопиться. Но ливануло уже через несколько минут и пусть дождь не был таким сильным, как вчера, но все же дождь. Закончив с уборкой, все трое снова стояли на пороге школы на ступеньках под козырьком крыши. Сакура, стоя между друзьями, вышла вперед, раскрывая девчачий зонтик и шагнула под дождь. Подождите немного, я пойду к магазину и куплю вам зонтики, неловко улыбалась девушка с розовыми волосами. Она пошла вперед, а Саски с Наруто переглянулись и быстро шагнув за ней, юркнулись краев ей под зонтик. Хватит этого, сурово сказали парни, а Сакура от неожиданности нажала кнопочку внутренней подсветки на трости и сердечки замигали, освещая решительные и упрямые, пусть и смущенные такой расцветкой, лица друзей. Уверена? Он даже меньше того, вы промокнете, прошептала девушка. Ты сказала, твоих родителей не будет до завтра? Спросил Наруто. Да, тогда просто идем, сказал Саски и блондин кивнул. Пусть она не так закалена одиночеством, пусть это всего лишь день, а не годы, как у Наруто и Саски, но бояться даже несколько часов в тоске одной они ее не позволят, оставив за этой все же незаурядной девушкой ее соблазнительную свободу быть собой и прятаться от дождя под таким тошнотворным зонтом с радостной улыбкой.